всем привет сегодня вторник я нахожусь на работе я поняла что мне просто необходимо сегодня какое-то подключение снять хотя вообще не факт что я сегодня свое изделие начну вязать эта неделя прям какая-то особенно напряженная если я на прошлой неделе вам жаловалась что у меня на вязание было только среда и пятница то на этой неделе у меня на вязание только среда и в эту среду у меня тоже есть еще всякие разные планы в общем я еще не начала вязать свое изделие но я увидела идею в интернете который мне очень понравилось мне кажется что она эффектная и в то же время не займет у меня слишком много времени хотя кто знает я придумала там еще добавить добавить всякие навороты в общем я взяла свою пряжу мотаю ее тут вот в руках это остатки ну как это конечно целый моток это от drops drops kit silk это пряжа из которой я вязала свою шотландскую шаль вернее шаль от стивена веста у меня был еще остаток от вот этой основной пряжи это была пряжа с яком ручного окрашивания очень классная красивая у меня был небольшой моточек и он куда-то бесследно канул я думаю что я его просто куда-то убрала для того чтобы потом из него связать вот какой-то аксессуар к шале но я перерыла все я не нашла этот моток я думаю что найду его позже в общем выход у меня только один вязать вот из этих двух пряж это регия с шелком да такой уже неопрятный моток ну и он уже такой растрепанный из него уже вязали в общем я хочу сегодня наверное по дороге на работу я сейчас у меня пару минуточек буквально перед работой есть я к вам подключилась и наверное по дороге домой в поезде я начну таки вязать это изделие и продолжу дома наверное до середины ночи я не знаю когда и когда что делать я хотела бы еще вышивку здесь выполнить небольшую совсем небольшую очень даже маленькую вышивку одноцветную однотонную но тем не менее время нужно где-то брать в общем у меня нет никакого плана б но вернее он у меня есть но связать я его тоже не успею я думаю что наверное завтра в среду я подключусь к вам руками в кадре покажу что у меня здесь продвигается покажу также идеи которые у меня были на эту неделю конечно меня были идеи у меня было много идей как обычно но вот так складываются обстоятельства что я еще ничего не начала очень надеюсь на этой неделе не вылететь в общем если вы слышали здесь какие-то шумы магазин находится на центральной такой длинной улице бамберга она так и называется длинная улица в переводе с немецкого и здесь очень часто проезжают какие-то машины с сиренами в общем другого времени сегодня снять у меня нет только если глубокой ночью в общем держите за меня кулачки в следующем включении мы узнаем начала я вообще сегодня что-нибудь вязать или все еще нет друзья совершенно внезапно у меня появилась возможность делать еще одно включение я сегодня не попала на работу но это как говорится уже совсем другая история с одной стороны у меня высвободилось как будто бы больше времени на то чтобы доделать свое изделие на этом этапе я совсем не уверена что я смогу его доделать сумею я поняла что я сделала все неправильно я сейчас чуть позже вам об этом расскажу но сначала мне хочется рассказать о своем голосовании за прошлый этап и о том какие у нас результаты за третье задание мы вязали на тему все в порядке с головой и вязали естественно головные уборы и так вот такая у нас турнирная таблица четыре участницы заняли самые высокие места мы пока не говорим о призовых местах итоги всей игры будут подводиться по результатам всех пяти этапов и будет еще один сюрприз скажем так поскольку юбилейный пятый сезон я придумала еще одну фишечку в общем досмотрите игру до конца у нас кроме этой недели будет еще одна и потом еще будет кое-что интересное я советую вам это не пропустить турнирная таблица на первом месте моя шапка с деревьями и косынка аллы спасибо огромное всем участницам за то что оценили высоко мою шапку честно говоря я так много о ней думала и так ее визуализировала что когда я ее уже связала знаете я от нее как будто бы устала вот бывает такое я вижу да что шапка получилось классная но у меня как будто вот эта эйфория она уже на этапе придумывания и продумывания она уже вот как-то так прошла и какой-то такой вот радости от этой шапки у меня уже потом не было это возможно видно на презентации но тем не менее очень высоко оценили мою шапку другие участницы и зрители огромное вам спасибо я столько вау еще под своим видео ни разу не видела и я безмерно благодарна я обещала вам разместить в телеграм схему я ее разместила я сделала коротенькое описание где сколько петель ну на более подробное какое-то описание у меня сейчас абсолютно нет времени вы наверное сами все понимаете идет игра и вообще как-то очень много всего происходит вокруг вот поэтому я как категорически катастрофически ничего не успеваю когда-нибудь обязательно что-нибудь более подробное сделаю потому что очень многие писали мне что хотели бы тоже такую шапку к себе в гардероб алла на косынка тоже на первом месте я тоже голосовала за аллу это такой небольшой спойлер на втором месте пикачу наташи такая яркая креативная классная шапка и на третьем месте шапочка аурики очень красивая я когда ее увидела мне показалось что это как будто какое-то кружево цвета подобраны так классно так интересно что как будто до шапка такими вот крупными кружевными цветами связано я говорила о том что я постараюсь как-то нестандартно проголосовать у меня не получилось я не знаю вообще как но я когда увидела шапку наташи вот эту самую пикачу я сказала просто вау может быть потому что у меня довольно маленький ребенок и ей эта шапка тоже моментально очень понравилось я думаю она с удовольствием тоже такую шапку носила поэтому я отдала наташу первое место на второе место я поставила косынку аллы я сама недавно вязала такую косынку но это был летний вариант и мне кажется насколько было бы классно действительно для вот таких смелых креативных девушек носить такую косынку зимой вот такую какую-то пушистенькую махеровую сейчас косынки это тренд вы знаете а вот такая вот квадратом тем более что у аллы получилось обуздать крючок и я не смогла пройти мимо отдала алле второе место и на третьем месте у меня шапка веры двойным жаккардом двусторонним я хотела обязательно в этом сезоне повторить шапку двусторонним жаккардом двойным жаккардом да я точно не знаю как называется этот жаккард то ли двойной то ли двусторонний но по-моему двойной но он же двусторонний тоже получается в общем я отдала вере третье место ее шапкой и я вязала тоже такой знаете нерегулярный жаккард вот эти деревья там каждый ряд абсолютно разный нужно было постоянно смотреть схему я как-то ездила с работы в поезде и попыталась поезде вязать жаккард так вот я еду 30 минут в поезде я за это время связала по моему два ряда всего то есть нету какой-то знаете регулярности когда ты понимаешь так 6 4 6 4 6 4 ты так постоянно вяжешь нет у тебя раппорт на 24 петли и там абсолютно хаотично разбросаны вот эти вот петли хотя жаккард всего лишь двухцветный казалось бы да и у веры тоже такой вот хаотичный жаккард поэтому я поставила веру на третье место и в общем то давайте же посмотрим вообще кто вообще участвует в нашей игре может быть вы еще и не видели а И мы боремся здесь вот уже четвертую неделю подряд за призы от спонсоров. У нас очень много классных спонсоров в этот раз. Давайте с ними тоже познакомимся. Добро пожаловать к нам в гости! Настя, магазин пряжи Горчица. Меня зовут Оксана и я представляю магазин моточной и бобины пряжи Кассиопея. Магазин маркеров ручной работы Нитмаркер. Пряжный аутлет Woolwright в Берлине для тех, кто любит покупать брендовую пряжу со скидками каждый день. Магазин пряжи Amazing Wool отправляет ваши заказы практически во все страны мира. Магазин пряжи Воле Пуа. Меня зовут Наталья и мой магазин пряжи ручного окрашивания Art Knitting. Добро пожаловать! Автор описаний Пани Маркевич. Еще я хотела сказать, не знаю вырежу я этот момент из видео или нет, но мне очень тяжело в этот раз дается вязание на выбывание и организация дается тяжело и участвовать дается тяжело. Ну, оно и понятно, да, я вышла на работу и у меня стало гораздо меньше времени на вязание, ребенок пошел в школу, вот это все вы уже знаете. Но вот почему-то как-то вот настолько какое-то преодоление постоянное и даже дело не в том, что я пытаюсь там как-то побеждать, хотя, знаете, я всегда, я это не скрываю, я это откровенно говорю, это касается всех участниц. Участвовать в соревнованиях и не желать победы, ну, это как-то странно. Я абсолютно нормально отношусь к тому, что все хотят победить, я, наверное, хочу тоже победить, а почему бы и нет. И я стараюсь какие-то оригинальные изделия вязать, ну, то есть не халтурить, да, как это, не заниматься читерством, как это модно сейчас на современном языке говорить. То есть, ну, можно же там связать какое-то что-то маленькое и как бы вот на этом выехать, да, и перейти на следующий этап хотя бы. У меня как-то вот, хотя на втором этапе я ведь связала, вот он у меня тут недалеко от меня лежит, этот шарфик, я просто ничего другого не успела. И на этой неделе я тоже категорически, катастрофически ничего не успеваю. И знаете, у меня закрадывается мысль, что это, наверное, пятый, юбилейный, последний сезон вязания на выбывание. У меня есть такие мысли на протяжении всей игры, я не буду этого скрывать. И я думаю о том, как хорошо, что это решение мне не нужно принимать вот прямо сейчас. И я подумаю об этом даже не завтра, а аж через год. Вот, в общем, посмотрим, как будет складываться жизнь. Конечно, хотелось бы, чтобы игра существовала и продолжалась. Но я хочу вам признаться, и, наверное, вы видите по участницам тоже, это довольно сложно играть в эту игру. Выдавать каждую неделю не только изделие какое-то классное, креативное, суперское, еще и видео, еще и фото, еще и там все остальное, это очень сложно. А плюс еще вот эту игру всю как бы организовывать и держать руку на пульсе, и вовремя напоминать о чем-то, и коммуникации очень много. В общем, мне сложновато в этом году, я признаюсь, и боюсь, что вот это впечатление от игры останется у меня на целый год, и, возможно, я не захочу эту игру больше проводить. А игра классная, согласитесь. Вот, что же я вяжу на этой неделе? У меня на этой неделе нет времени вот так вот рассказать вам, как вообще рождалась эта идея. Рождалась она очень долго, у меня было много референсов, из которых собирался вот этот образ моего изделия постепенно. И образ изделия вы еще и не увидите, вы увидите его в следующем включении, каким вообще это изделие будет. Но я вам покажу, в общем-то, ой, так, все взяла, кажется. Что я вообще тут пытаюсь изобразить? В общем, у меня не было изначально никаких сомнений, что я хочу связать в митинге, и митинге я хочу связать к нашей шотландской шале. Если вы помните, мы ездили с девчонками в Шотландию, там встречались, у нас был такой вязальный трип. И как бы как символ этой поездки мы вязали вместе шотландскую шаль. Вообще, это шаль, конечно, Стивена Веста, но она у нас уже очень давно шотландская, как и многое другое шотландское. Например, по носочкам у нас совместник, да, так вот. Значит, кто не верит в мистику, я вообще тоже не очень верю в мистику, но как в нее не веритесь, такие вещи существуют. Мне, в принципе, на неделе некогда было вязать эту митингу, и я вам рассказывала, да, что я искала моточек. И вот я искала его ровно до того момента, я перерыла все, я потратила кучу времени, могла бы уже давно эти митинги связать и расслабиться. Но мне важно было найти этот моточек. И вот ровно в тот момент, когда я могла начать вязать уже митинги, спокойно сесть, начать вязать, вот ровно в этот момент я его нашла. И он у меня задействован вот здесь, вот на резинке. Значит, идея митинги какова? Во-первых, шаль, она сама по себе очень красивая, и ее, наверное, я буду носить, может быть, на какое-то пальто, с каким-то платьем, как-то вот так вот себя, ну, не с трениками, да, понимаете, о чем речь. Такая вот ажурная красивая шаль, вернее, шаль с ажурной каймой. И у меня были остатки пряжи, и я хотела что-то вот такое изобразить. Я не думала, что эта митинга будет такая огромная. Это в процессе родилось, это как бы не сразу была такая идея. Вообще я думала, как скомбинировать что и чего. Идея такова, что очень часто мы надеваем какое-то пальто, мы идем куда-то на выход, и пальто задувает холодный ветер. И вот идея этой митинги такова, что как будто бы у нас надета митинга, а дальше у нас надета еще, надет какой-то махеровый джемпер. И вот для того, чтобы это внутри пальто держалось, здесь есть вот такая резиночка из вот этого как раз моточка, из остатка, который я потеряла и в нужный момент нашла. Если у вас не какое-то платье там с коротким рукавом под пальто, а вы, например, с чем-то другим это надеваете, это все вот так вот очень красиво драпируется на запястье. И мне кажется, тоже очень красиво смотрится. А дальше у меня идет как бы вот митинга, это регия с шелком, которая тоже использовалась в шале, в общем, вся эта пряжа использовалась у меня в шале, и даже подмот к махеру вот прям тот же самый. То есть это абсолютная пара к шале. И вообще я хотела, я сказала, что не буду вам рассказывать, как это все рождалось, но изначально я хотела вязать митингу поперек и каким-то, возможно, волнистым узором, и с какими-то, может быть, рюшами вот здесь на внешней стороне ладони, такие пару рюш я хотела пустить, чтобы они вот здесь вот так вот торчали. Но потом, когда я начала вязать, я поняла, что нет, это не то, что я хочу, я не хочу, наверное, волнистые узоры повторять, достаточно того, что используется абсолютно та же пряжа в митинге, что и в шале, и этим это уже как бы комплект. А с другой стороны, я и не хочу комплект, я хочу, чтобы это были два самостоятельных изделия, которые прекрасно между собой сочетаются. О, как закрутила. Так вот, это еще не окончательный вариант, дело в том, что сегодня четверг, четверг и около 11 утра, у меня есть еще другие дела, кроме вязания на сегодня, много дел у меня есть на сегодня, кроме вязания, и вот это только вторая митинга. То есть вот это все мне надо связать за сегодня, и плюс еще я хотела бы здесь отделку сделать. Я не буду говорить, какую отделку, потому что очень велика вероятность, если я не буду сидеть, простите, у меня садится голос, если я не буду сидеть всю ночь вот с этим, а я скорее всего не буду всю ночь с этим сидеть, потому что завтра у меня тоже насыщенный день, вот, то отделки скорее всего никакой не будет, и митинга останется вот в таком варианте. В любом случае, в следующем включении я вам презентую, что же у меня в итоге получилось, была ли здесь отделка или не была, но согласитесь, и вот так это уже очень хорошая, прикольная идея. Причем здесь вот эта дырочка, вот эта на пальчик, вот здесь вот она, эта дырочка, она так нестандартно вырезана, то есть это не вот, это клин, конечно, клин на палец, но здесь получается немножко по-другому все это сделано. Я делала убавки, и потом, то есть вот эта часть, это поворотные ряды с убавками, и это как бы вот эта дырочка для пальца, и пальчик никакой я уже вывязывать не буду, да, просто вот здесь такое отверстие. И дальше опять я соединила в круг, провязала по кругу и резиночка. И давайте еще раз запомним митинги такими, возможно, они такими и останутся, это прям очень вероятно. Вот, и мне кажется, это уже прикольно, такая простая, лаконичная черная митинга, ну, это, наверное, такой цвет антрацит, да, то есть темно-темно-серый. Вот, шаль сама по себе такая акцентная, возможно, здесь и не нужен никакой декор, и при этом вот такая функциональная манжета, наверное, которая позволяет сохранять тепло. В общем, мне вот так уже очень нравится, мне кажется, это отличная идея, прикольная, креативная, но, может быть, она станет еще более креативной. Посмотрим, в следующем включении все увидите. Мы находимся возле замка Нойшванштайн, он же замок Золушки, которым вдохновлялся Уолл Дисней для своих шедевров, для своих мультиков. И именно здесь мне хочется председать вам мою готовую работу. Я решила, что все-таки будет вышивка, половину митинги вы уже видели, вторую я довязала. И, как я говорила, уже можно расправить манжету для того, чтобы она спряталась под пальто, а можно ее присобрать, чтобы она была такой красивой сборкой. И вот такие митинги у меня получились. Вышивка это полный экспромт. Я просто взяла нить и начала вышивать по полотну, вот так, как мне хотелось. У меня не было никакой ни схемы, ни какого представления, как это должно быть. Мне очень нравится то, что получилось. Мне кажется, получились такие подходящие к шале, функциональные митинги. Общий образ тоже симпатичный. Замок прекрасен. И я хочу на этом попрощаться с вами. Нам предстоит еще путешествие полное всяких разных приключений. Я хочу объявить тему следующего этапа. Пятый этап, пятый сезон, пятый этап. Звучит он как плагиат. Нужно повторить изделие одной из участниц в этом сезоне или с предыдущих сезонов. И жите вместе с нами, играйте с нами до конца. Финал уже очень-очень скоро. Не пропустите еще экстра-бонус. До скорых новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok